Заброшенные дворец культуры и энергетиков пообещали восстановить власти Тимиртау. Почти 30 лет исторический объект находился в полуразрушенном состоянии. Все эти годы старожилы мечтали вернуть тот самый дом культуры, где прошла их молодость. Поскольку обойдется бюджету восстановления уникального архитектурного объекта советской эпохи, расскажет наш корреспондент Вера Шеллер. Нам давали билеты в школе на каникулы детские. Дворец культуры и энергетиков для Андрея Баублиса – это воспоминания о детстве и юношестве. Сюда школьники ходили в кино, а молодежь каждый вечер бегала на танцы. Высокие колонны, мозаика на стенах и уникальная фреска на втором этаже. Отец Андрея Александр Казимирович Баублис, первый почетный гражданин Тимиртау, строил это здание. По его словам, восстановить дворец энергетиков мечтают все старожилы города. Больно, больно, потому что пропадает здание. Вот здесь были тоже секции разные, ну, собирались. Вот там был буфет. Здание построено в 1961 году для старой части города. Это один из единственных культурных объектов, хоть и заброшенный. Все культурные центры Тимиртау находятся в восточной части города. Жители города надеются, что после реконструкции здание сохранит все детали той эпохи. А когда сегодня услышал о том, что энергетик будет восстанавливать, я обрадовался, позвонил друзьям. Я говорю, ребята, наша мечта выполняется. В память у меня вот эта статуя, которая перед ней стоит, и здесь у нас площадка была. Вот это фотография 1964 года. Фотографии ДК энергетиков в фонде Тимиртауского историко-краеведческого музея есть только в черно-белом варианте. По словам сотрудника музея Татьяны Хмелевой, о значимости ДК в те годы говорить не приходится. Это было одно из немногих мест, где горожане могли провести свой досуг. В Дворце культуры энергетиков к 80-м годам работало 17 творческих коллективов. Это кружки, это художественная самодеятельность, это какие-то спортивные секции. К сожалению, в 90-е годы вот эти вот сложности, которые переживала и вся наша страна, и, конечно, город Тимиртау, в 96-м году он перестал снабжаться отоплением и стал потихонечку разваливаться. Восстановить Дворец местным жителям обещал каждый новый Аким. Забрать в госсобственность даже разрушенное здание власти безуспешно пытались на протяжении последних 10 лет. В результате 30 декабря прошлого года Дворец энергетиков безвозмездно передали на баланс местного ЖКХ. В этом году, да, мы выйдем на сессию городского МОССИХАТа для того, чтобы выделить деньги. Будем разорвать проектно-сметную документацию. После разработки проектно-сметной документации этот проект пройдет государственную экспертизу. После этого мы приступим к строительным монтажным работам. Детали той эпохи, конечно, постараемся все сохранить. Сколько средств будет выделено на восстановление исторического здания, пока неизвестно. Но разрушенный вид некогда величественного Дворца энергетиков говорит сам за себя. Кроме стен и колонн целым здесь не осталось ничего. Вера Шеллер, Айну Ракишева, телеканал Атамикен Бизнес.